Помогать инвалидам, многодетным семьям, заботиться о пожилых людях. Все это входит в обязанности социального работника. Но едва ли это дело можно назвать работой. На непростой должности задерживается далеко не каждый. Работая с такими категориями людей, необходимо большое терпение, чувство такта, коммуникабельность. Социальный работник – человек, способный сопереживать, сочувствовать, помогать, слушать и слышать. На должность социального работника Людмила Баринова вышла сразу после декрета. Тогда она тоже думала, что работа временная и долго она здесь не останется. С тех пор прошло уже 25 лет. Как проходит рабочий день социального работника, наша съемочная группа узнала из первых уст. Я прихожу к каждому человеку в определенное время, в определенный день и в определенное время. Я иду к этому человеку, беру у него деньги, заказ и уже иду в магазин. В магазин я покупаю этот заказ, все, что им надо. Если надо в аптеку, значит иду в аптеку. Если надо, там какие-то промтовары первые необходимости, покупаю промтовары первые необходимые. Но в основном, конечно, это продукты питания и аптека. Людмила ходит в магазин, платит за коммунальные услуги, вызывает врача, помогает с уборкой, готовкой. Но кроме всего этого, она в первую очередь друг и даже сестра для своих подопечных. Здравствуйте, Аркадемия Федоровна. Валентина Федоровна знает своего социального работника больше трех лет и уже не представляет своей жизни без ее помощи. И поговорит обо всем и давление измерит. А вместо приветствия всегда вопрос – как себя чувствуете? Что бы делали без них, без их организации? Я даже не представляю. Раньше не думала об этом, что придется когда-то обратиться. А вот пришлось так. И спасибо им, большое спасибо. Благодарю всех. Уделив время одному, Людмила Александровна спешит к другому. Ее уже заждалась Вера Викторовна, женщина-инвалид второй группы. Нет обеих ног. Для нее Людмила является не только другом, но и лекарем. Как приходит, у меня прям со здоровьем лучше становится. Вот на вашем примере сейчас могла доказать. Сначала пришло давление 209, что ли. Немножко 10 минут поговорили, уже 190 стало. Фантомная боль проходит. На попечении у Людмилы 10 человек. Каждому нужен свой индивидуальный подход. Ведь пожилые люди, как дети. Им также необходима забота и внимание. Они все разные. Понимаете, есть очень доброжелательные. Есть очень капризные. У меня есть в группе такая бабушка. Она очень капризная. Но все равно приходится же как-то. Она может позвонить в любое время. Это, естественно, напрягает. Потому что у меня же тоже семья. А куда деваться? Деваться же некуда. Потому что ей приходится уже как-то смириться, что ли, с этим. Она хорошая. Но есть у нее какие-то капризы, что ли. Я даже не знаю как. А так, мне кажется, в основном они все благодарны. А благодарить Людмилу действительно есть за что. Что не попросишь, женщина всегда делает. Вот и наша съемочная группа уехала, а Людмила Баринова осталась со своей подопечной проконтролировать, чтобы высокое давление упало до нормы. Как родственник. Да родственники так не поступают со мной. Уже и родственников не осталось. А она как приходит, у меня как праздник с ней. Каждый раз. 8 июня социальные работники нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. В Ульяновской области их около 6 тысяч. Лучших в субботу традиционно в честь праздника наградит губернатор Сергей Морозов. Кристина Жакот, Руслан Баталов. Новость Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новость Ульяновской правды.